Здравствуйте, меня зовут Вайраги. Ещё один вопрос Фионы, вопрос весьма жёсткий. Итак, ещё меня удивляет момент про абортированных детей, что они попадают прямиком в ад. Сама я, слава Богу, не сталкивалась с таким ужасом, но не могу понять, почему детки, которые так несчастные и не имели даже возможности войти в этот мир, отправляются в ад за грехи своих родителей. По правде говоря, я не сталкивался с утверждениями того, что абортируемые дети падают в ад. Я не видел нигде подобных утверждений. С точки зрения закона кармы, в большинстве случаев, даже если души проходят через эти страдания, то есть абортируемых детей проходят через эти страдания, это в большей степени связано с тем, что они сами таким же самым образом причиняли вред. То есть, будучи взрослыми, в прошлых воплощениях сами выполняли аборты. По закону кармы они обязаны через это пройти. Вопрос здесь не в том, что это маленькие дети, за что им такие страдания нет. Есть закон, закон Вселенной, согласно которому мы все должны пройти через то, что мы делаем. То есть, если мы убиваем детей, то, соответственно, мы через это должны пройти самостоятельно. То есть, и нас будут убивать в чреве. Для матери, естественно, это в первую очередь карма-убийство. То есть, понимаете ли, когда в нашем случае происходят интимные отношения, в результате которых рождаются дети, нежеланные дети, то это указывает на то, что интимные отношения происходили в гуне невежества. То есть, мы вступали в интимную связь с позицией мира животных. То есть, испытать удовольствие и при этом не думали о потомстве, не думали о зачатии детей и так далее. То есть, это просто стремление, соответствующее, как я уже сказал, миру животных о вступлении в интимную связь. То есть, удовлетворение страсти, удовлетворение сиюминутных желаний и не более. Естественно, в результате удовлетворения подобных желаний рождаются, привлекаются такие души, из-за которых мы идём на аборт. То есть, нельзя смотреть на эту точку зрения только лишь с позиции детей, или же зачинающихся детей. Нельзя смотреть на эту точку зрения только лишь с позиции матери. То есть, для матери, которая убивает собственных детей, это карма ада, это карма убийства, это факт. Ко всему прочему, также существует карма мира животных, поскольку мать, вступая в незаконные интимные отношения или неприемлемые интимные отношения, интимные отношения ради удовлетворения своей страсти, то есть энергии мира животных, соответственно, она создаёт причины, согласно которым она будет вынуждена отрабатывать кармы ещё и мира животных. Относительно того, что души падают в ад, нет. Учитывая то, что душа, которая ещё только лишь вошла в утробу, она ещё не совершила никаких поступков, она, в принципе, не могла этого сделать, падение в ад исключено однозначно. Души не падают в ад. Скорее всего, для них это просто отработка каких-то дурных поступков. Для них, по большому счёту, души, которые переживают подобные мучения или же муки, когда они ещё не созревшие, не созданные, испытывают боль от того, что медицинские инструменты уничтожают их плоть, они ведь всё чувствуют, всё это переживают, то для них это уже является страданиями мира ада. Понимаете? И, естественно, душа, просто проходя сквозь эти страдания, она находит следующее чрево и уже в более лучшем своём состоянии находит более приемлемое рождение. Но говорить о том, что души падают в ад, нет. Это неразумное утверждение. Люди, которые говорят о таком, они несколько подходят к этому вопросу немудро, неразумно. Ну, таково моё мнение, и я полностью уверен, что это именно так и есть. В большей степени карму накапливает сама мать, и не только мать, но ещё и отец. То есть, когда мать вступает в интимные отношения с будущим отцом этого плода и впоследствии убивает этого ребёнка, то вину несут и отец, не думайте, что отец невиновен, и также мать. То есть, там приблизительно 50 на 50 всё делится. Поскольку отец отворачивается и не желает воспитывать этого ребёнка, соответственно, мать в силу того, что ей приходится, поскольку отец, допустим, отвернулся и отказался, то матери, соответственно, поскольку она не хочет этого ребёнка и убивает его, она несёт карму, ответственность за карму убийства. Ну, там, опять-таки, очень много моментов. Эту тему можно несколько расширить, но я думаю, что эта тема может быть несколько в социуме воспринята жёстко. Ну, а я не хотел бы направлять негативное внимание людей в свою сторону. Думаю, поверхностных знаний довольно достаточно для того, чтобы делать последующие выводы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok